МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровую зиму в этом году, как никогда. И есть еще отличная новость сегодня. Это то, что вы являетесь обладателями президентского гранта за социальные проекты. И сегодня, я думаю, что разговор будет интересный, потому что будем говорить, в общем-то, про деньги. И грант у вас большой. Это 5 миллионов рублей. И сумма такая внушительная. Ну, мне сразу, что можно купить на эти деньги. Хочется об этом поговорить. И на что вы их потратите, этот грант, и на что можно вообще потратить? Ну, первое, что приходит, вот купить, может быть, квартиру, и в этой квартире обустроиться как-то, да, и свой бизнес, да. Ну, это я как дилетант, потому что никогда гранты не выигрывала. И, возможно, такие мысли у кого-то из наших слушателей тоже, и зрителей есть, да. Вот вы сейчас расскажете, на что эти деньги все-таки можно потратить, на что нельзя. Но самое главное начать, наверное, стоит с того, как их выиграть. Расскажите, пожалуйста, вот весь алгоритм того, что происходит, когда у тебя есть какая-то идея. И регалии я ваши не назвала, сейчас я дополню. Александра Гурьева, вы являетесь... Я исполнительный директор Ассоциации консультантов, финансистов и аудиторов. Это ресурсный центр, который создан, на самом деле, еще в 2010 году. Но как ресурсный центр мы уже сформировались в 2016 году. Что такое ресурсные центры? Значит, ресурсные центры — это организации, которые оказывают информационную, методическую и консультационную помощь в целях развития гражданского общества. Инициативным группам и некоммерческим организациям. Но иногда еще могут оказывать, в зависимости от конкурса, тоже отдельным лицам, которые участвуют в конкурсах грантов. А что такое гранты? Гранты — это не те деньги, которые можно взять и потратить на какие-то там цели, на квартиру или на что-то еще там. Это средства, которые тратятся на социальные цели, на социальные проекты. Социальные проекты — это проекты, которые разрабатываются в целях улучшения благосостояния общества, в целях развития гражданского общества. Поэтому просто так взять и потратить на машину, на квартиру не получится. Это не для этого создаются проекты, не для этого разрабатываются проекты, скажем так. Один из проектов, вот вы являетесь автором, да, Ида Афанасьевна, одного из проектов. Он как раз-таки тоже победитель. И Ида Афанасьевна — эксперт Общественной палаты Республики Саха-Якутия, общественный представитель агентства стратегических инициатив по направлению социальные проекты. Вот давайте как-нибудь простым языком, да, вот, например, у человека есть какой-то проект. Какой это может быть проект, кроме того, что он должен быть направлен? Вот прям примеры какие-то. Про проекты я сейчас расскажу, да. Но я хочу сказать вначале, что для того, чтобы участвовать в грантовых конкурсах, вначале нужно быть некоммерческой организацией. Ну, раньше это называлось общественной организацией. А один человек может какой-то свой проект заявить о себе, когда он одиночка? Один человек... Есть такие формы юридические, правовые, когда один человек — учредитель, и он сам себе директор, да. Но проект не может реализоваться без людей. Вообще проект — это про людей. Вообще деньги, наверное, тоже про людей, да? И деньги даются для развития людей. И вот как раз вы хороший вопрос задали. Есть неправильное представление, что деньги даются на покупку чего-то. И есть очень много проектов, когда люди пишут просто «купим это, построим это всё». А для кого это строится, кто там будет заниматься, в какое время дня, кто будет потом за той же площадкой или памятником ухаживать, да? Будет ли под дождём и под снегом это всё, может быть, стоять, да? Вот это вот не прописывается. И в проекте есть такая графа, которая называется «Отдалённые результаты». А результаты идут только по людям. И поэтому, если мы пишем проект «Я построю один памятник», пусть даже об очень важном событии, да, но там нет людей, для которых этот памятник, вокруг этого памятника, возможно, какие-то мероприятия будут организованы, то это не социальный проект, это бизнес-план. И сейчас приходят, ну, люди, которые, может быть, на менеджеров учились, и поэтому очень много есть проектов, похожих на бизнес-план. И у каждого конкурса, пусть это федеральный, пусть это частный фонд, пусть это республиканский конкурс, есть положение. И в положении описывается направление гранта. Вот, например, в самом крупном грантовом конкурсе, в федеральном фонда президентности грантов, 13 направлений. Первое – это, значит, поддержка семьи, дальше есть экологическое направление, патриотическое воспитание, есть там соцзащита. И вот могут участвовать в этом конкурсе только те общественные организации, у которых в уставе этот вид деятельности есть. Основной вид деятельности записан в уставе, например, какая-то организация может быть экологического направления, какая-то организация может быть на помощь семье, какая-то организация может быть помогает только животным. Все это отражается в уставе, это все записано. И единственный документ прикрепляется к заявке, оформленной по определенной форме устав. И 33% почему социальные проекты не получают поддержки, это нам эксперты фонда президентств и грантов рассказали, когда в Якутск к нам приезжали в прошлом году, что направление заявки выбрано неправильно. Например, я экологическая организация, а выбрала, ну, например, ну, не знаю, ну, не свое направление, которым я не работала никогда. А вы расскажите о своем направлении, о своем проекте, который вы представили, и он стал вывести. Я про него расскажу, но мне бы хотелось, чтобы не забыть, может, про это сказать. Дальше есть, когда направление выбираете, очень хорошо, что все в электронном виде можно, открывается слово тематика. Тематика — это как раз про людей. Например, я, допустим, организация, которая популяризирует здоровый образ жизни. И я могу выбрать направление массовый спорт, тематика. Тогда у меня уже люди, благополучатели, для которых мой проект направлен, это люди, которые любят массовый спорт. Или я могу выбрать помощь там детям с ограниченными возможностями. Это целевая группа называется. Но и вот эта целевая группа тоже должна быть отражена в уставе. Я не могу написать проект на помощь детям с ограниченными возможностями, если я ими раньше не занималась. У меня в соцсетях этого нет, допустим, на сайте нет. И из-за этого бывают возвраты. Если говорить конкретно про тот проект, который мы сейчас ведем, он называется «Разумное потребление. Новая жизнь старым вещам». Это направление экология и экологическое просвещение «Цель». Имеет два этапа. Во-первых, это экологическое просвещение. Во-вторых, это практическая помощь. И практическая помощь – это два мероприятия у нас. Это мастер-классы по советам, как можно мелкий ремонт одежды сделать или как можно перешить одежду. Вообще идея началась – желание помочь одеть первоклассников. Сейчас как раз зрители видят из вашей мастерской фотографии. Это вообще очень интересный проект. Он очень поддерживается самим населением. И вначале обратились мама. У нее было трое детей. Она 1 сентября не могла одеть детей. Это в 2014 году осенью. И так как мы все-таки все, ну, скажем, люди работающие, ватсап есть, раз просто ватсап и просто раз несколько женщин объединились и решили этим детям купить школьную форму. Потом оказалось, что у них нет учебников. Мы купили учебники. Потом оказалось, что нет букетов. Но букетов у нас уже не было, ресурсов не было. И поэтому той осенью 2014 года запланировали, что весной объявим акцию «Подари букет первокласснику». И весной 2015 года объявили эту акцию. Девушки сами у себя на дачах вырастили цветы. Условия были, чтобы красивые были цветы для букета подходили. И 30 августа на площади Ленина они пришли с этими букетами. По ватсапу уже объявление было. И мамы пришли и забрали вот эти букеты многодетные мамы. Но это финансовая помощь. Это была просто как бы народная инициатива. Потом оказалось, что дети быстро растут. И особенно зимняя одежда очень дорогая. И, допустим, если многодетная мама, сложно одеть ребёнка. Поэтому дальше было задумано, что будет работать перешив. Но перешив он простой. Это простые люди. Мы не швеи, там нет модельеров. Просто, допустим, чуть-чуть манжет прибавить. Замок поменять. Может, подол пришить. Вот такие вот простые. Или, например, из двух кашемировых джемперов сделать один. Идея была в том, что, оказывается, молодые мамы не разбираются в составе скани. Я, может быть, много говорю об этом. Я просто не совсем поняла. Смотрите, вот вы придумали такой проект. Вот вы и сколько-то ваших единомышленников придумали проект, чтобы из старых вещей перешивать вот что-то, что можно будет потом ещё носить. С учётом, допустим, возраста ребёнка. Вы придумали такой проект. Дальше. И этот проект жил четыре года. Мы его четыре года реализовали. Ну, самофинансирование, так сказать. И вот в прошлом году подумали, а почему бы не подать на заявку, не участвовать в конкурсе, чтобы мы могли привлечь больше людей, чтобы больше людей узнали о проекте. И вот прямо так и называется разумное потребление новой жизни старых вещам. Состоит из двух частей. Просвещение у нас есть. И практическая помощь. Будет ещё мастерская работать. Будет конкурс на лучший перешив для взрослой подростковой детской одежды. Будут клубные встречи уже проводятся. Мастер-классы проводятся. Ну, такая стихийная, можно сказать. То есть вы написали такой вот, можно сказать, доклад, такой вот реферат про это. Можно пояснить, да? Есть заявка, форма определенная. Можно я поясню, пожалуйста. Это вот проект фонда поддержки гражданских инициатив «Добрый почин». Это не ресурсный центр АКФА, это фонд «Добрый почин», который был организован в 2017 году. И сейчас мы написали проект от этого фонда, чтобы показать, как можно писать гранты, именно вот как можно писать заявки именно от лица некоммерческих организаций и на какие проекты можно получать средства. То есть к вам могут прийти обучиться вот тому, как правильно подавать заявки. Да, к нам, к ресурсному центру могут прийти обучиться. Мы постоянно ведём разные мероприятия просветительского характера о том, как выиграть гранты. И самое главное, как отчитаться по выигранным грантам уже, если мы введём сопровождение. Мы вернёмся буквально через 25, через 2 минуты, через 25 минут мы выйдем из эфира, через 2 минуты снова вернёмся и продолжим говорить о проектах-победителях и о том, как правильно подать заявку на получение гранта. Оставайтесь и слушатели, и зрители вместе с нами. Дорогие друзья, мы снова вернулись в эфир и в нашей студии Ида Белых и Александра Гурьева мы говорим о том, как выиграть грант. Продолжайте, пожалуйста, Ида, мы прервались. Я бы хотела сказать, наверное, о вашем проекте. Мы говорим о том, как реализовать грант. Потому что выиграть одно ещё надо реализовать. Там есть определённые, это всё-таки бюджетные деньги, и поэтому там есть определённые правила отчётности. И, в принципе, они несложные, но это правила, которые нужно соблюдать и уметь там в определённом электронном виде всё это направить. И вроде кажется простой проект, но проект вот этот именно помощи людям по перешивке вещей, по мелкому ремонту вещей. У нас будет ещё просветительская часть о целях устойчивого развития. На самом деле это про проект о привычках. Что у нас, вот даже девочки вчера писали отзыв, что была привычка после зарплаты прямо идти в магазин. И потом оставаться, как сказать, с таким минусовым бюджетом. И даже на продукты деньги не оставались. А какая сейчас у них привычка? А сейчас у них привычка перешивать вещи. И покупать вещи. Покупьте, делать по списку. Вы на это и потратили свой грант? Мы его не потратили, мы его только начали в феврале. И он у нас полугодовой. И отчет у нас будет идти по тому, сколько людей получили услуги по мелкому ремонту вещей. Будет работать мастерская, люди будут приходить. В Инстаграм есть у нас Добрый почин фонд, называется. Но этот проект на сумму 500 тысяч. Это маленький проект. Это не 5 миллионов. А, 5 миллионов. 5 миллионов, это республиканский проект. Давайте я поясню. Мы получим его 4 ресурсных центра. Не только наш ресурсный центр, сокращенно мы называем АКФА, это Ассоциация консультантов, финансистов и аудиторов. Также ресурсный центр СПАС, ресурсный центр СЖО, это Союз женских организаций, и ресурсный центр с Центра социальных технологий. 4 ресурсных центра. Александр, перебью вас, мы продолжим. У нас есть звонок слушателя. Кстати, 32-00-66, 32-11-66, телефонный прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Так, это я из города. Звоню, пенсионерка. А как вас зовут? Катерина Петровна. Катерина Петровна, слушаем. Ага, я бы хотела вот узнать, вот я первый раз узнала вот то, что они рассказывают, да, фирму какую-то открыли, это из старых вещей, там можно, ну, что-то новое обновить. Вот я бы хотела узнать адрес, по какому адресу или по какому телефону можно связаться с ними? Можно связаться по Инстаграм. По Инстаграму. В Инстаграме набираете фонд Добрый Почин, да? Ага, прямо Добрый Почин есть такой фирм. Это фонд, это фонд. Это проект, это не фирма, это проект. Ага, ну вот хотя бы проект. Ну не сказали, могут люди подойти и работать там. Вы можете еще, знаете, как узнать о расписании? Мы проводим свои мероприятия в историческом парке «Моя Россия» по субботам. Да, и поэтому мы в программе этого парка стоим, наши мастер-классы там заявлены, поэтому можете оттуда узнать или вот через социальные сети мы приглашаем людей, горожан, приходите, посетите наш мастер-класс. У вас есть телефон, это, как вы первые сказали, эта история России? А это вы можете посмотреть, наверное, есть такое приложение, Тудис называется. Да, в интернете можете найти. Спасибо за ваш вопрос. Вот смотрите, люди заинтересовались, да, но хочется, конечно, может быть где-то сэкономить, да. Вот допустим, они придут в вашу мастерскую. Они будут учиться перешивать? Нет. А что там будет просить? В мастерской будет работать всего три месяца, клубные встречи будут проводиться шесть месяцев, но они принесут свою любую вещь. Ну, я могу на примере рассказать, да? То есть им предложат, как можно перешивать? Мы предложим, если они согласятся, они вот это уже сами сделают, или с помощью наших мастеров, которые во время проекта будут работать. А так, например, девушка принесла очень красивую юбочку, чисто шерстяную, корейскую, которую она любила, ну, носила. И говорит, что можно с неё сделать? Посмотрели, посмотрели, и одной девушке пришла в голову идея. Она говорит, можно сделать жилет. У нас в Инстаграме есть это. Раз, 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 и жилет. Пять минут. А вот те три года, которые вы занимались до того, как вы выиграли грант с этим проектом, занимались вот перешивкой вещей, это всё было на таких вот... Это были членские взносы. Мы собирали деньги, чтобы арендовать помещение, и в этом помещении проводили встречи. Вот сегодня как раз первый день весны. Весной, конечно, хочется что-нибудь такое новенькое. Мне кажется, это отличная идея. Из старенького что-нибудь новое перешить, куда-нибудь нашить какой-нибудь, не знаю, там, цветочек. И вот уже... Якутске проводится много разных фестивалей, и по раздельному сбору мусора, и университет проводит. И мы участвовали, наверное, видели люди наши вещи. Шали красивые, потом платьицы разные. А что это по сбору мусора, это что? По сбору мусора есть тоже у нас общественные организации, которые учат разделять мусор. Это как? Это значит пластик к пластику, картон к картону. А ты уже подумала, вы там искали? Нет, нет, мы тоже участвуем в таких городских акциях всегда. С радостно. Просто о вас знают, потому что вы еще и там участвуете, еще и так помогаете. Ну, в общем, на самом деле... К чему было про мусор? На самом деле есть соцсети, только через соцсети можно узнать. Потому что мы не можем же написать объявление в кассету, приходите, мы впереди. Ну, мы вот общественная организация такая, да. Пишем в соцсети, в Фейсбук, Контакт, Ватсап, Инстаграм. Ну, сейчас в соцсети, да, самая информационная такая. И вот мы очень рады, что исторический парк «Моя Родина» нас пригласил. Я думаю, как раз больше горожан узнают, потому что те, которые в наши социальные сети не попадают в рассылки. А там вы как каждую субботу приходите? Нет, не каждую. Там нам дают два дня в месяц, чтобы мы провели свои мастер-классы. А можно я дополню, да? Это не единственный проект переделки, это не единственный проект, который сопровождает наш ресурсный центр. Есть еще проект «Антидолг» и помощь по борьбе с мошенниками, с финансовыми мошенниками. Яня Буратино называется. Этот проект поддержан фондом Тимченко, и мы будем проводить прямо на этой неделе, 4 и 7 марта, мы будем проводить лектории тоже в историческом парке. В 3 часа. В 3 часа 4 марта будет выступать Яковлева Анна. Она первый номинант парка будущих поколений с программой «Финкросс». И 7 марта будет выступать Галина Положкина. Она будет представлять программу «Антидолг. Как выходить из закредитованности». Вот такой у нас разнообразные очень формы помощи, поддержки просто физическим лицам, можно сказать, просто гражданам. В основном, конечно, мы помогаем еще и некоммерческим организациям. Перебью, у нас есть слушатель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Здорово, Нова Надежда Васильевна в городе Гудск. Да, Надежда Васильевна слышала. А, здравствуйте, Надежда Васильевна. Хотела поздравить Александру Иннокентьевну и ее команду с выходом на эфир. Просто хочется сказать ремарку маленькую. Эта команда работает, он не сегодня появился, эта команда с 5 миллионами рублей. Эта команда для того, чтобы достичь вот этого результата, эта команда работает с 2016 года. Я живой свидетель. Я тоже являюсь общественником. У меня есть организации своих поколений. Но даже вот на этом примере можно видеть упорство и труд к чему ведут. Потому что, имея равные, вернее, стартовые площадки, я, допустим, вот сейчас вот мне остается только восторгаться этой компании, этим коллективом, вернее. Потому что они уже на серьезный уровень выходят. И хочу сказать, что Александра Иннокентьевна со своей командой очень хорошо работает по поддержке некоммерческих организаций, по их развитию, по их внедрению. Это же совсем новые понятия НКО. И вот что такое это, и как с этим разобраться, и как с этим достичь какой-то результат. Вот это вот их работа, и они делом показывают. Я их поздравляю и хочу, чтобы они всегда были с нами. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, спасибо за звонок и за внимание за ваше. Ну вот, конечно, приятно такие отклики слышать. А какая вот важная, самая важная цель, кроме получения вот гранта вашей работы? Она говорила про ресурсный центр, да? Да, наш ресурсный центр, самая главная цель – это повышение устойчивости некоммерческих организаций и всего некоммерческого сектора. Но бытует мнение, что некоммерческая организация – это не должна работать с деньгами. То есть это вообще как будто понятие несовместимое. На самом деле это не так. Как раз-таки некоммерческие организации, они должны обращаться, уметь обращаться с деньгами так, чтобы не только себя обеспечить, но еще обеспечить свою целевую аудиторию. А что такое целевая аудитория? Это вот как раз-таки социальные, обездоленные люди в большинстве своем. Это люди с ОВЗ, ну то есть с ограниченными возможностями здоровья. Это пенсионеры, это сироты, это дети, оставшиеся без попечения родителей. То есть всем им помогают некоммерческие организации. Но в большинстве своем это благотворительные фонды, но не только благотворительные фонды, но еще другие организационные форумы есть, правовые форумы. Их очень большое множество. И всем им могут помочь разные грантодающие организации. Но это только один источник. А мы просвещаем о том, как можно получить еще финансирование с разных источников. Спасибо. У нас еще звонок слушателя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я из Житен-Сила. Как вас зовут? Я про алкомеркетов хотел, чтобы порядочили. На автобусных установках. Почему никто не говорит, что в Вольду-школы продают вина в воздух? Я могу сказать, что есть общественная организация, «Трезвая Якутия» называется. И они очень серьезно этим вопросом занимаются. Да, у нас сегодня тема немножко другая. Конечно, против бизнеса, общественная организация, это, конечно, многолетняя работа нужна. Но у нас есть тоже много результатов по трезвости. Все они опубликованы. Какие-то проекты есть, которые тоже выигрывают? Да. В фондом президентской грантов поддержано много трезвенческих проектов. И в нашей республике, и по всей России. Я хочу сказать, что в общественной организации идут же люди, которые чувствуют в себе силы. Вот они видят какую-то проблему и готовы ее решить. Вот только на это даются деньги. Вот я вижу проблему, вот у меня есть команда. Я готов вот так, 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 такими мероприятиями добиться таких результатов. Дайте мне, пожалуйста, поддержите меня финансово. Потому что заявка – это, ну, как бы заявка на финансовое обеспечение вот этих мероприятий, которые задумала вот эта команда. Это зарплата тем, кто будет в них принимать части? Не обязательно зарплата. У нас есть очень много проектов без зарплаты. А в основном аренда помещений. Все на аренду. Мы сейчас идем на рекламу и скоро очень вернемся. Через пару минут. Не теряйте. Дорогие друзья, мы снова в студии. До 11 часов мы с вами. Успевайте 32 00 66 32 11 66 по телефону прямого эфира задать вопросы про то, как получить грант нашей студии «Эксперты» Ида Белых и Александра Гурьева. Вот как раз мы остановились на том, вот деньги. На что эти деньги тратятся? Вы сказали, что самое главное – это аренда. На что вот эти гранты выиграны? Не самое главное, а, наверное, чаще всего на что пишут. Потому что общественной организации нужно где-то же находиться. Это обычно в собственности не бывает зданий. Поэтому большая часть из проекта, из меты, из бюджета, конечно, уходит на аренду. Но не только на аренду. Я хочу сказать, что в нашей республике очень хорошо с инициативами. И наша республика занимает первые места по Дальневосточному округу по количеству поданных заявок и по количеству победивших. Но я как эксперт по социальному проектированию много проектов смотрю. Мы помогаем и заполнять заявки, и довести неподдержанные до победы. Потому что, например, в фонде президентских грантов очень хорошая, очень прозрачная система оценок. 10 есть критериев, все это в методических материалах расписано. И когда человек участвовал, ну, организация, проект участвовал, но не победил, выставляется оценка по 10 критериям. И видно, для того, чтобы получить финансовую поддержку в размере 500 тысяч, достаточно 60 баллов набрать. Это значит, что по каждому критерию нужна оценка 6. А как это оценивается? Эксперты оценивают, эксперты фонда оценивают. А по каждому критерию по каким критериям? 10 критериев мы сейчас, я просто, сейчас Александр Инатинькин расскажет подробно. Я хочу сказать про сумму, вот про деньги вы спросили. Если команда заявляет проект, им нужна сумма меньше 3 миллионов, то вот по этим 10 критериям нужно набрать 65 баллов. Есть еще 68 баллов критерий для проектов, которые имеют сумму больше 10 миллионов. Поэтому здесь никаких ограничений нет, просто вы должны доказать, что ваша команда готова реализовать. Там есть критерий такой, команда, есть критерий организации, иметь ли опыт, есть критерий реалистичность бюджета, есть критерий актуальность. И я хочу сказать, что у нас вот по тем проектам, которые мы проверяли, два слабых было критерия. Во-первых, информационная открытость. Хотя это самый легкий, самый легкий критерий. Просто у организации нету своей социальной сети или хотя бы аккаунта. И его в интернете нет. Хотя он, возможно, он много даже работает. И были даже проекты, у которых и один, и два балла. А по актуальности, по команде высокие баллы, по логике, по бюджету. И второе слабое место – это вот по 4 балла, по 5 баллов люди получают по трем критериям, которые касаются сметы проекта. Вот слушатели спрашивают еще, просят очень назвать ваш адрес, телефон, инстаграм-страницу, чтобы присоединиться. Мне кажется, заинтересовались проектом, о котором вы рассказали. Сейчас я передам микрофон Александре Иннокентина, она подробно расскажет. Но я хочу сказать, если вы наберете в любом поисковике «Ориентируно», это сайт так называется. И на этом сайте очень много методических материалов. Есть еще YouTube-канал «Ресурсный центр АКВА» называется. Там тоже достаточно материалов, и как заявку написать, и как организацию зарегистрировать. И вот на сайте «Ориентируно» есть вкладка «Запись специалистов». Мы работаем каждый день. АКВА – это ассоциация консультантов, финансистов и аудитов АКВА. Ида Фанасьевна очень подробно рассказала, мне даже нечего добавить практически. Про сайт, как попасть на сайт, как на наши соцсети подписаться. Вот смотрите, наверняка слушатели и зрители заинтересовала информация, что вы, например, можете научить правильно подавать заявку, сформулировать цель, на которую вам нужны деньги. На которую, вернее, тому, кто хочет их получить, грант нужны деньги. А наверняка то, что говорила Ида Фанасьевна, заинтересовало ваш проект, и вот это ваша мастерская, где можно перешить вещи. Поэтому, может быть, вы еще о каких-то проектах расскажете, которые выиграли гранты, вот конкретно, например… Давайте про проект фонда на 2 миллиона 300, который… Нет, у нас очень много проектов, которые мы помогаем. Давайте мы разделим. Те, которые сама АКВА выиграла, это вот два проекта, которые мы сейчас реализуем, как ресурсный центр АКВА. Это, значит, фонд президентских грантов, грант фонда президентских грантов, который мы начали реализовывать в июле 2020 года, именно как раз на развитие гражданского общества, по номинации «Развитие гражданского общества». И мы там проводим сеть просветительских мероприятий, мы проводим там сопровождение, и будем еще открывать проектные офисы по УЛУСам. То есть для того, чтобы в УЛУСах, в каждом УЛУСе появились свои проектные офисы, может быть, даже которые потом разовьются как ресурсные центры, местные ресурсные центры. И мы очень рады, что эта задача стала соприкасаться с целями, именно уже со стратегическими целями нашей республики, потому что в планах нашей республики тоже открыть ресурсные центры по всем УЛУСам. Мы очень рады этому и будем помогать. Значит, и по проекту, который мы выиграли по гранту Илдархана, это уже тоже 5,5 миллионов, которые уже говорили о коллаборации ресурсных центров, там тоже стоит открытие проектных офисов в УЛУСах. Но мы их не просто так открываем, регистрируем, как говорится, как и на бумаге. Это легко сделать, но на самом деле мы обучаем там людей, которые способны развивать общество. То есть они способны, другими словами, ввести документы обороты некоммерческой организации. От самого начала, с момента открытия, то есть еще когда организация не открыта, и довести ее до уровня проектного управления. А я могу сказать, как найти еще нас на сайте? Нравится алгоритм, потому что сначала можно прийти к вам и начать свое дело. Мне понравилось то, что ты дело свое начинаешь, ты уже его пробуешь, на вкус уже понимаешь вообще, что тебе нужно, где какие сложности, на что тебе нужны деньги. Потом опять же к вам, чтобы написать вот эту вот заявку, то есть вы научите, да, и уже человек сам понимает, какая у него цель конечная. И потом останется только выиграть этот грант. Кстати, на что обычно дают гранты? Я хочу про контакты сказать. Про наш проект еще раз продолжу. Мы разработали 24 видеолекции. Они находятся на канале YouTube. Наш канал YouTube так и называется «Ресурсный центр АКФА». Крупными буквами напишите «Ресурсный центр АКФА», и вы попадете на наш канал. Я прошу всех подписаться на наш канал, потому что там есть видео, видеоподборки именно, которые специальны для того, чтобы приобрести финансовую устойчивость некоммерческой организации. Это по проекту, который был поддержан Министерством молодежи, который мы уже реализовали с декабря 2019 года по декабрь 2020 года. Мы там разработали и выпустили 24 видео. А сейчас еще будет 12 видео, которые мы будем разрабатывать и также выпускать по проекту, поддержанному фондом президентских грантов. В общем, подчеркнуть информацию для вас можно либо в YouTube, либо в Instagram. Нет, на сайте еще сайта молодежи есть все контакты всех ресурсных центров. Ресурсных центров в республике не один. И там есть и телефоны, и часы работы, и адреса. Можно там вот посмотреть. Еще есть мобильное приложение у Министерства молодежи, НКО Якутии называется. Там тоже можно посмотреть. На что охотнее дают гранты? Я хотела бы сказать, не на что охотнее, а дают на то, если ваша заявка получила 60 баллов. Люди могут просить на что хотите. В этом ограничений нет. Единственная государственная стратегия по развитию гражданских инициатив, она имеет два конечных важных результата. Это первое, услуга должна быть приблизена к населению, раз. И второе, качество услуги должно быть хорошее, два. И поэтому, если вы... И проект, это не про деньги. Это про проблему, которую наша команда может реализовать. И вот про этот экологический проект, это просто как пример. На самом деле, ресурсный центр «Аква» сейчас сопровождает более 30 проектов, которые помогли довести до победы, и сейчас сопровождают победителя. Да, и сопровождать это будет тесно работать. Очень много разных проектов. Очень интересных проектов много. По каждому критерию пишем. Например, расскажите, какие проекты. И самое же главное, чтобы у человека была страничка где-нибудь в соцсетях, где было видно, что он работал в этой теме, что у него есть какие-то там... Это называется информационная открытость. И если у проекта есть, куда можно посмотреть, как реализовывается проект, ну, как ведутся дела, скажем так, фотографии хотя бы там выложены на социальных сетях, то тогда уже доверие повышается эксперта, который смотрит и оценивает эту заявку. А количество подписчиков учитывается? Количество подписчиков, нет, они сильно не... Я думаю, что учитывается, но это не главный критерий. Самое главное показать, что... Это же тоже как востребованность того, что учат представляет. Ну, количество... К сожалению, сейчас количество подписчиков можно и накрутить, можно сказать. Поэтому на это сильно не обращать внимания. Ну, обращать, но не самый главный фактор. Самый главный фактор показать, что организация работает, на самом деле работает, и что эти фотографии, которые там выложены, допустим, на сайте или в соцсети, они не выложены одномоментно в момент конкурса, скажем так. Они из года в год выкладываются равномерно. То есть, как говорится, организация действительно ведет свою деятельность. В апреле этого года будет объявлен второй конкурс грантов главы нашей республики. В прошлом году прошел первый. Есть такой сайт, так и называется. Там можно посмотреть все проекты, которые были поданы и которые победили. Кроме того, есть сайт фонд президентских грантов, называется. Там тоже прямо с 2017 года все проекты есть, которые победили, и те, которые не поддержаны. Там вот можно почитать, посмотреть. Мысль материальная, есть ли какие-то секреты, как ее правильно сформулировать, чтобы все-таки получить деньги на то, на что тебе хочется. Самое главное, самый главный критерий – это логика. Должна быть логика в проекте. И конечная цель должна быть понятна тому, кто… И конечный результат должен быть достижением. Да. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Надеюсь, та информация, которую вы поделились, была полезна и слушателям, и зрителям. Всем спасибо за внимание. Напомню, что в нашей студии гостили эксперты в теме получения грантов. Это Ида Белых и Александра Гурева. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok